Представители администрации президента Беларуси, вертикали власти, депутатского корпуса продолжают личные встречи с жителями регионов. В топе волнующих тем декрет номер три. Положение этого документа и механизм его реализации обсудила с избирателями депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Добрынина. Встречу с жителем Орши она назначила в здании райисполкома. И поскольку сегодня последний день уплаты сгора на финансирование госрасходов за 2015 год, то вместе с депутатом к приему ввели представители комиссии в компетенцию, которая входит в решение вопроса об освобождении от уплаты сбора. Так, например, вопрос жительницы Орши, которая два года назад проходила реабилитацию после операции и не могла работать, был решен быстро и положительно. Матерям же, которые пришли просить за своих детей, уже несколько лет работающих в России, окончательный ответ пока не дан. Без документов, подтверждающих факт трудоустройства в Российской Федерации, льгота предоставлена быть не может. Уплата налогов – это обязанность каждого гражданина, но опять же, проблемы и жизненная ситуация у людей разные, и поэтому нужен индивидуальный подход к каждому человеку. Хочется сказать людям, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами, а обращались, и вам обязательно помогут. Учитывая, что Орша приграничье, сегодня пришли с обращениями люди, которые работают в Российской Федерации, и, конечно, сегодня должны оформляться трудовые отношения, должны платить налоги, соответственно. У нас единое пространство, свободное перемещение рабочей силы. Конечно, все должно быть узаконено. В Аршанском районе в комиссию с заявлением об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов обратились 73 жителя. 51 человек по результатам рассмотрения документов, подтверждающих тяжелую жизненную ситуацию, частично или полностью освобождены от уплаты сбора. Продолжение следует...